Сегодня я одна. Начало седьмого. Вчера же гуляла с Ашкиным, с его другом. Они так медленно идут. Эта энергия не по мне. Знаете, что Эндер говорит? Что у них прогулка с беседой. А я так не могу. Прогулка должна приносить свои результаты. У меня немножко сегодня такие нехорошие новости моей семьи. Я просто не могла дома сидеть. Меня прямо как вырвало на набережную. Я так прошла до... Сколько? Наверное, уже скоро Марина. Еще чуть-чуть и Марина. Даже не почувствовала. Включила музыку и вспомнила, что надо же и с вами поздороваться сегодня. А на обратном пути я хочу купить рыбу. Эндер посмотрел сегодня новости и сказал, увидел, что в Стамбуле хамса по 10 лир. Он подумал, что здесь тоже будет по 10 лир. Вряд ли такое будет. Дал мне деньги и говорит, если что, там 2 кило купи. Сейчас я позвонила моей подруге Русико в Измир. Она говорит, что в Измире хамса 1 кило стоит 25 лир. Посмотрим, сколько будет в Карфуре. Но это все на обратном пути, мои дорогие. Посмотрите, как даже задышалась. Настолько я лечу. Видите? Вечером первый раз выхожу одна. И ничего страшного. Никто не цепляется. Я не смотрю по сторонам. Думаю о своих мыслях. Размышляю. В планах. Все. Поэтому и никому я не нужна. Если бы я ходила так, глазами искала, то нашла бы приключение 100%. Ну а так иду спокойно. В общем, мои дорогие. Чуть-чуть уже и Марина будет. Я не знаю, дойду я до нее или нет. Но негатив постепенно уходит с души. Какое-то предчувствие непонятное. Я надеюсь, что это было ложное предчувствие. Уйдет оно в море, в воздух везде. И вы тоже советую, когда вам что-то плохо, побегайте из дома. Бежите куда можете. А если у вас нет такой возможности, то возьмите подушку. Побейте ее со всех сторон. И у вас выйдет весь негатив. Я же сказала, скоро я прилечу к Марине. Осталось немножко. Кошечка красивая, да? А вот сколько я прошла. Вот наш Мизитли. Иран Шехир. Оттуда начинается... Знаете, я сама не знаю, как эти районы называются, как улицы. Вот, к сожалению. Вот диван. Отель. Посмотрите, что сегодня я приготовила на ужин. Быстро-быстренько. Это кёфте. Сейчас еще немножко надо, чтобы оно доготовилось. Патлиджан кёфте. Вот решила сделать такой глубокой кастрюльки. Еще включаю, потому что еще картошка не готовая. Я приготовила вот такой салат. Как он придет, я быстренько все помешаю, чтобы было все свежее, что хрустело. В последнее время мужу нравятся очень салаты мои. И тут у меня плов. Я-то сегодня прогулялась днем. Три часа у меня была встреча с Кирой. Я... Эта Кирочка будет заниматься... Уже вступила в клуб. Катя Гуру. И мы вместе будем встречаться и заниматься йогой. Так что, кто находится в Мерсине, можете присоединяться. Пишите мне в Инстаграм. Все ссылки находятся в описании под видео. И я вам расскажу, как это сделать. Естественно, я не преподаватель йоги. Но купив абонент у Кати Гуру, по моей ссылке с 20% скидкой, вы сможете стать йогиней, заниматься. Ну, а также у нас будет очень интересная программа. Если мы в Мерсине соберем 10 человек, 10 девочек присоединятся к нам, то нам Катя поможет открыть офлайн-клуб. И у нас будет очень интересная программа. Я просто в этом уверена. Я сейчас очень работаю над этим усиленно. И мечтаю, визуализирую. Так что, мои девочки... А я сейчас нахожусь у Кати на вебинаре. Сейчас покажу вам, что это там такое кричит Катюша. Сказала, ну ничего. Посмотрите, у нас сейчас идет онлайн. Всех пижамах, но, естественно, не я. И вот вебинар. Сколько человек. Сейчас я вам покажу. Очень много. И что для этого? Да, стали делать больше, вдохновляясь. 3 464 человека в офлайн. Как они ее любят все. Нет, да. А вот эта Наталья, она создала в Карелии свой офлайн-клуб, пригласила 37 подруг. И ее Катя пригласила в Казань на 2 дня. И целые 2 дня проводила с ней время, куда они только не ходили. Вот поэтому, друзья мои, видите, 10 месяцев она в этом клубе. И создала такой у себя клуб в маленькой Карелии, в городке. Этот город Костомушкин, что ли, вот, если правду я скажу. Вот такая вот у нас Катюша красивая. Она вдохновляет. Сейчас вот разыгрываются 3 айпада. Кто-то уже выиграл одна девочка из Саратова. Вот такая вот у нас Катя Гуру. Ее основной аккаунт заблокировали, где у нее около 3 миллионов подписчиков. И вот, ну, также есть запасные. И она оттуда проводит эфиры. Вы можете просто заниматься, мои девочки. Утром вставать в 6.30, а также по записи. Не всегда у меня получается тоже в 6.30 быть на коврике. Так что вот такие вот дела. Вот такое вот у меня получилось. Я не добавила помидоры, потому что мне жалко было такие вкусные помидоры добавлять сюда. А добавила томатную пасту и перцовую. Друзья мои, посмотрите, какой красивый рисунок я нарисовала. Это алгоритм на страхе. А также я решила и второй нарисовать. Вот такие вот у меня страхи. Отпустила как-то все на душе. И теперь я могу с легкостью заснуть. Всем спокойной ночи. Всем привет, мои дорогие. Сегодня отлично у меня настроение. После йоги такой заряд энергии дала. Девочки, мальчики, у нас сегодня такие планы. На мои волосы не обращайте внимания. Готовлю завтрак и идем с Ашкой вам куда-то. Но потом покажу вам, естественно, куда мы идем, какие у нас планы. Смотрите, какой завтрак я придумала сегодня здесь. Это у меня такая ложная пицца. Сначала я, значит, пожарила. Тут жарится у меня сучук. На один из листов намазала кетчуп. Дожарю сучук, все положу сюда. Вот так я уложила все. Сейчас накрою вот этим вторым листом. И пускай оно запекается на медленном огне до растворения сыра. Такая вкуснятина. Посмотрите, что у меня в итоге получилось. Сучук, сырочек. Новый вид завтрака. Приятного аппетита моему мужу и вам. Ну, а также турецкий завтрак. Открыла клубничное варенье, которое мы купили готовое. Очень красиво выглядит. Рока, рокола, перчик, два вида сыра. Все, иду кормить его. Только нет маслин, закончились сегодня. Надо купить. Вышли погулять. У нас были такие планы. Взять велосипед. Делаем это впервые. Вот сейчас, как мы все это сделаем, я обязательно поделюсь с вами информацией. Потому что, оказывается, мы думали, что можно оплатить велосипедом. Любой картой. Ну, нужно было там вводить все данные карты. Собралась очередь. И все люди посоветовали нам. Говорят, ну, делайте так. Лучше вот пойдите, говорит, возьмите специальную Кент-карту. И вот мы идем в офис, чтобы взять эту Кент-карту. Потому что с карты банковской 50 тиле. И катание на велосипеде в течение часа берет одну лиру. Это очень выгодно. Поэтому мы сейчас с мужем идем, найдем этот офис. Сфотографируемся. Нам, говорят, быстро выдадут за 5 лир. Все расскажу вам, короче, как мы все сделаем. Все расскажу. Погода очень теплая. Жарко даже. Все катаются люди на пикниках. Вот видите, сидят просто, дышат морским воздухом. Настоящий рай. Наш Мерсин. Мне дали, значит, вот такую форму нужно заполнить. И я дала отурной из них. Друзья мои, нашли мы офис. Заполнили эти формы. Затем, значит, нас сфотографировали. Выдали сразу карты. Заполнили мы по 20 лет загрузили. И все. Сейчас мы будем искать велосипед и кататься. Из-за того, что сегодня суббота, все пустые велосипедные там эти стоянки. Мы идем к Варенину и думаем, что там точно будет. И тут какая-то музыка. Концерт у вас, пожалуйста, пошел. По-моему, концерт будет тоже. Я больше всего рада из-за моего мужа. Я-то сама себе устраиваю и пробежки, и гулянки. Но очень рада, что он сейчас такой счастливый. Мы будем уже по-другому планировать свою жизнь. Потому что у нас есть карты. И мы будем вместе кататься с ним и зимой, и летом, и осенью. Везде дорога открыта. Мы уже и к Марине пришли, а велосипедов нет. Смеемся, Сашки вам сделали с таким трудом карту. А велосипедов нет. Но я уверена, что мы найдем велосипед. Посмотрите, сколько машин на территории Марины. Места нет. И с той стороны, говорят, даже там охрана говорит, нет места для парковки. Это столько людей здесь отдыхают на выходные. Суббота сегодня. Все идут сюда, потому что здесь очень красивое место. И классно можно отдохнуть. Наверное, еще и концерт там есть. Мы пришли вот на площадь Фенербахче. Поклонники, фанаты футбольной команды Фенербахче празднуют победу своей команды на этой площади. Ну, а мы продолжаем поиски велосипеда. И надеемся, что мы найдем. Нам оставят два велосипеда. Здесь мы с вами еще не были. Оказывается, и здесь есть пляж. За Мариной. Куда можно прийти, дорогие мои. Друзья мои, мы нашли, наконец-то, Ашкин. Вот, сейчас мне возьмет и этот, первый он в очереди. Будем кататься. Вот наши велосипеды. Ашкин велосипед, мой велосипед. Начинаем спортивную жизнь. Хотя бы без травм. Мы, знаете, что обработали. Естественно. Посмотрите, какое грязное обработали. Все, чисто Ашкин, Будда. Посмотрите, какие грязные. Нашкина, нашкина. Все, закрываемся и едем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У меня даже от счастья слезы идут, потому что я такая счастливая. Я шесть лет не занималась этим велосипедом. А сейчас моя жизнь вообще меняется с каждым днем. Радуйтесь, каждым мелочам вам вселенная даст больше. Моя всплывка. Как мы едим. Как мы с ним ехали впереди, смешно. Я действительно боюсь. Знаете, почему? Потому что люди здесь сами лезут под колеса. Ответственность такая, да? И поэтому немножко такое было волнение. Но ничего, со временем это, конечно, пройдет. Волнение все пройдет. Даучусь. Завтра тоже мы будем вместе так устраивать с ним заезды. Когда решили делать ездить, когда нет людей. Потому что очень устаешь, тормозишь и очень все сложно. Давай, бурака им, Эвет. Я вас научу, как надо оставлять. Оказывается, этот велосипед нужно вот сюда вот вставлять. Видите? Вот сюда вставляешь вот это. И только прикладываешь к экрану, там написано бисеклет «Бурак». Прикладываешь, и одна теле. 37 минут мы катались. Вообще супер. Вот видите, сразу зажигается красный. Вот ничего проблемного нет. Ой, сейчас надо с ним посидеть с мужем. Прийти в себя. Адреналин такой получила. А вот и спортсмены пришли домой. Посмотрите, сколько сумок мы купили, привезли со Шкимом. Сейчас я вместе с вами разложу и покажу. Мы сделали закупку на весь месяц. Купили муку. Сейчас я буду показывать. Купили вот такое вкусное кофе. У меня жарятся пляжки. Макароны, друзья мои, все подорожало. Вот эти макароны мы взяли по 5 лир качка. Ну, качественные, хорошие. Кидаю, что попало. Вот такой лаваш я взяла. Он очень нам нравится. И вот такой взяла для сигара «Бурек». Набрали всего до места. Это для жира средства. Я применяю очень. Мне нравится. Следующий пакет. Средства для мытья полов. Ляшечки. Сыров набрали разного. Вот такой сыр. Видите, все выливается. Вот такой сыр. Вот такой круглый он. Очень вкусный. Как в Грузии напоминает тугуни. Теперь яйца в клетку. Грибы раньше были 5, сейчас уже 8. Все, друзья мои, дорожает в Турции. Так, купили курицу. Такие макароны тоже купили. Что-то опять потекло у нас. 5,95 рублей. Вот такой сыр я купила. Он стоит 30 с чем-то, по-моему. Ну, здесь килограмм. Это для буреков. Для хачапури. Вот такой взяли сыр. Кошар. Тоже для хачапури. Маслиный банку взяли. Банка потом пригодится. Стеклянная. Так, что мы еще купили? Салфетки мокрые. Хамсу купили. 15 лир полкило. 400 грамм. Поэтому она и стоит 26. Вот такие сладости, конфетки, как же я себя не побалюю. Горошек. Соль. Вот такой сыр купили. Пакет. Это пакеты для продуктов в холодильнике. 415 лет. Сейчас покажу еще сверху, как это все выглядит. Вот что мы купили. Самое дорогое из этого сыры. Если этот 30 стоит, этот 35, вот этот вот стоит тоже 35, и это уже сотни. Понимаете? Курица, все, друзья, подорожало. Все. Все подорожало. Эти средства тоже не из дешевых. Кофе, мука. Вот думаешь, что купили? И тоже сигареты там взяли, аж ему 5 штук. Ну, это, наверное, на 100 лир. Ну, вот это стоит 315 лир. Ну, на месяц нам это хватит. На базаре нам останется только купить с ним хрукты, овощи. И вот решили взять под контроль свои расходы. Посмотреть просто, сколько нам понадобится на двоих прожиточный минимум. Почему? Потому что очень многие спрашивают, где жарится курица. Посмотрите, какой ужин красивый у нас вышел. Я еще трясусь после этого велосипеда. Посмотрите, я добавила сюда картошку и горошек. Приятного нам аппетита!